Соперником Казанского Зенита по третьему туру Лиги Чемпионов стал серебряный призер чемпионата Австрии волейбольный клуб Пассажильницы. В прошлом сезоне коллектив из Блайбурга также играл в одной группе с подопечными Владимира Олегна и обе встречи завершились со счетом 3-1. На этот раз обновленная австрийская команда приехала в Казань дабы попробовать отнять очки у чемпиона России. Впервые в этом сезоне главный тренер Зенита выпустил в стартовом составе пару доигровщиков Спиридона Всевожелес. Возможно именно это стало определяющим в начале встречи. Ни Алексей, ни Евгений никак не могут добить свои мячи. А вот раскрепощенные австрийцы коварными планерами максимально усложняют хозяевам прием. Благодаря чему ведут ко второму техническому плюс 2. Владимир Олегна реагирует на это, выпуская вместо Севожелеза Вильфреда Леона. На подачах Михайлова казанцы вырываются вперед. А именно кубинец с двумя эйсами и вовсе хоронят все надежды гостей в первой партии 25-20. Он будет работать, я думаю, он добавит, добавит. Конечно, ему дал Господь Бог другие качества. Он феномен, конечно, в атаке, на боке, на подаче. Парень 21 играет как бы как Тетюхим 40 с таком опытом. Это очень здорово, я думаю, что он будет прибавлять. Провальным оказалось то, что после заработок небольшой преимущества мы не смогли дальше его удержать, делали глупые ошибки и в этом и заключалась причина поражения. На этом все локальные достижения пассажильницы закончились. А вот казанцы, дабы не откладывать дела в долгий ящик, прибавляют во всех компонентах игры. 67% в атаке, 5 эйсов и 4 блока во втором сете. Уверенный 25-14. У них очень много игроков подойдет очень серьезный планер. Мы практически первую партию не справлялись с ним. Ну, в концовке все встало на свои места. Ребята как проснулись, показали, что наш класс немножко выше. К первому техническому третьей партии Михайлов набирает 15 очков, став в итоге самым результативным игроком встречи. Владимир Олегов вместо Макса выпускает на площадку Виктора Полетаева, который успевает набрать 6 очков. 25-17 в третьем сете и третья сухая победа «Зенита» на групповом этапе Лиги Чемпионов. Команда совершенно другого класса. Ну, в принципе, показали, что против любого соперника надо выходить с настроем. Они надеются, что полсилы обыграют. Команда в городе Казани очень хорошая. Мы готовились к этому матчу, но мы расстроены, потому что мы ожидали лучшего. Мы очень хорошо подаем в последние несколько игр не только в Лиге Чемпионов и в Чемпионате России. И туда делаем разницу. В другом матче группы немецкий Фридрихс Хаффе на своей площадке также в сухую обыграл греческий Олимпиакос. «Зенит» же, одержав три победы, уверенно возглавляет квартет под литерой «Д». Волейболисты сделали отличный подарок главному тренеру Владимиру Олег, на который 4 декабря празднует свой день рождения. Коллектив ZTV вместе с болельщиками от всего сердца поздравляет Владимира Романовича. Желаем ему новых больших побед, семейного благополучия, крепкого здоровья и безграничного счастья. Субтитры создавал DimaTorzok